Да, я уже начинала. Привет, привет, мои хорошие. Мама, как всегда, готовит чудушки. Уговариваю снять рецепт. Она не признаётся, свои секреты не выдаёт. Но чуть-чуть, чуть-чуть, дала поснимать. Так. От чего, говоришь, мам, зависит, тянется творог или нет? Ну, если свежий творог, если он не жидкий. В жидком твороге много сыворотки бывает там. Её надо сам по себе кашиться. Творог же разный бывает. Домашний творог. А вот государственные на таком твороге такие чуду не готовятся. Их надо... Творог должен быть домашний, чтобы чудушки, чтобы он тянулся после жарки. Ну да, заводской творог, он совсем другой бывает. Вот так вот. Поэтому. Здесь у тебя вот сейчас просто творог. Там просто творог, чуть-чуть масла добавила. Больше ничего, там картошку я не добавляла. Варёную. Просто творожен. Творог и всё. Вот видите, она делает вот так вот кусочки теста, наполняет их и раскатывает. У меня эти чудушки не получаются. У меня они лутся, кстати. И на раскалённую сковородку. Не так сильно раскалённую сковородку. Горячая. Желательно вот такая толстая чугунная сковородка. Да, пусть не думает, что она такая грязная или что-то. Я не могу приобрести другую сковородку. Хозяйки знают, почему она такая. Просто я привыкла к этой сковородке. Да. На сковородке советских времен. Кстати, они самые лучшие вот такие. И казаны для плова тоже самые лучшие такие. Вот смотрите, как она наполняет. Вот берёт определённое количество творога. Папа, чем больше, тем лучше. Ну, чтобы она у кого держится. Мастерство. Вот ставлю сюда. Вот так заполняю её. Вот так. Меня учила это моя бабушка. Сейчас так не заправляют никто. Заправляют, я видела. В интернете девочки готовят так. Вот так, да? Да. Ну, заправляют. Молодцы. Кусочек тоже достаётся. Мам, а тесто как сделала? Тоже расскажи девочкам. Тесто можно и на пресном, и на воде делать. Пресное тесто тоже можно делать. Когда делаешь пресное на воде тесто, то они получаются тонкие. Кто хочет тонкие. Но они не бывают такие вот типа как рыхлые, ну вот мягкие такие. Их надо сразу съедать. Эти бывают. Вот заболтались. Вот. А ты сейчас на чём сделала? На кефире. Сейчас она тесто сделала на кефире. Я смотрю. Вот. Если вы делаете жидкий, ну если вы хотите тянучки делать, то обязательно когда переворачиваете лепёшку вот эту с этой стороны, вы здесь делаете надрезик или дырочку, чтобы воздух, который там внутри скапливался, чтобы выходил. А то она вздуется и откроется. И будут дырки. Потом она будет вылиться. Понятно. Изначально, чтобы тянучки получились, нужно выбрать правильный творог. Сухой, домашний. Добавить соду можно, да? Чуть-чуть соду добавить. Чуть-чуть вареные картошечки добавить. Всё это перемешать. Маслица немножко. И получится очень вкусный, хорошие. Чуть-чуть. Ну, это надо пока что показать. Вот. Сейчас пожарятся. не тонкие. Да, не тонкие. Потому что они на кефире. Я вчера делала тесто на кефире. Вчера мама готовила пиццу. Кстати, на сковородке пицца была очень вкусная. Я узнала секрет, как жарить пиццу на сковородке. Духовка не работает у мамы. Она дверца треснула. Стекло треснуло. мокрой тряпочкой пришлось на. И вот это мажется сливочным маслом. Все. Так готовится чудо. Вроде ничего сложного. Процесс не сложный. Но у меня эти чудо не получаются. Это кому дано, кому нет. Не все. Многие так не готовят по-круглому. А как они называются? Бортишел, Беркал? Бортишел и Беркал одно и то же. Какие-то из них столокно. Ну из столокно, который делает. Толокно, который добавляет. Да, одни из столокно. можно сюда добавить столокно тоже. На масло добавить столокно. Если хочешь, можно. Ой, я люблю столокно. Вкусно бывает. Вкусно бывает. Короче, вот так вот, девочки, все. Дальше режете и кушаете. Пока они горячие, они вкусные. И скажи еще, чтобы они с двух сторон. А, естественно. я, не все. Не все? Они же кисточкой проводят и все. А, да, я всегда с двух сторон мазала. Кисточкой провели раз, раз, раз. Побольше масла вкусного. И считается, масло каши не хочет. Все, закрываюсь на это, потом, в конце результат тоже покажу. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас 2 января. Вышла в город под делом. У меня последние дела перед отъездом, покупки для детей и так далее. Знаете, что хотела сказать по поводу встречи, которую я назначила на завтрашнее число на 3 января? Я перепутала даты и я не смогу встретиться, потому что 3 января мы уже выезжаем с Махачкалы. Так что прошу прощения. Простите меня, мои солнышки. Тем, кто мне писал в личку, я отвечу в личку лично. Это же объявление для тех, кто собирался прийти, но не написал. Так что еще раз прошу прощения, я не рассчитала даты. Бегать не будет немало у меня. Последний день перед выездом хотелось бы все-таки побыть дома. Сейчас я иду в книжный магазин, хочу все-таки прикупить деткам книжки-развивашки, которые чуть попозже им понадобятся на русском языке, естественно. где-то у нас здесь был книжник. Я в районе суммы сейчас обменяла доллары, сегодня курс 69 рублей, по 69 рублей сдала доллары. Оказывается, доллар поднялся, я даже не знала об этом. Погода сегодня 2 градуса прохладно однако. Торговый дом Арбат здесь должен быть книжный книжный на каком этаже? Третий этаж. Не хотелось подниматься, но придется. Надеюсь, я найду здесь детские развивашки, чтобы не бегать дальше. Еще я буду покупать всякие препараты деткам, которые первые необходимости, чтобы что-то произойдет, не бежать в аптеку в Турции. Интересный магазин, кстати, есть очень много развивашек, конструкторов и так далее, игры развивашек, но именно книг я пока не нашла. Вот картиночки вижу для таких деток, как мои, от нуля до трех месяцев. Ноль это, по-моему, вообще с рождения рановато детям картинки показывать. Но моим подойдет, я думаю. Так. А, нет, это черно-белый, нет. Моим такое не надо. Моим можно вот это. Чуть попозже можно будет это показывать. Вот такое можно. Вот. А, вот буковки. Азбука. Хорошая штука. Я хотела знать именно книжки такие наши со сказками, с прибаутками, но что-то пока мне не попадается. И продавцов, консультантов здесь я не вижу. А, вот здесь еще есть книжки. Вот они. Сейчас посмотрим. Сказки всякие. Такс, такс, такс. Раскраски всякие. Такс, краска. Все раскраска, что ли? Чувствую, мне придется искать консультанта. принцесса. Ну, что это у нас? Более 200 наклеек. Это наклейки. Цена 300 рублей. Такс, что за наклейки? Я пока в этом не разбираюсь. букварь. Букварь. Я бы хотела, вы знаете, найти букварь, на котором мы учились. кстати, вот что-то интересное, по-моему. Ой, что я вам снимаю? Букварь. Очень неудобно одной рукой снимать. Знаете, я очень люблю запах типографии. Такс, Зе, Зеобразаец, зонтик. Цена 258. Кстати, здесь цены ниже, чем в детском мире. Сразу видно. Громатика, диалоги. Это английский. Готовимся к школе. Это нам не надо. Головоломки и так далее. сорбежные сказки. Раскраски. Что-то я не вижу то, что мне нужно. О, волшебный мир дагестанской сказки. Интересное что-то. Жалко, что без картинок можно было бы взять. очень мало картинок для детей. 475. Алиса зазеркалье. Ух ты. Вы работаете здесь, да? Я в инстаграме. А, все, понятно. А и что пишите? Так, так, так. Все-таки я поищу книжки, потом поговорим с вами. Знаете, моя хорошая, приятная неожиданность, у нас в торговом центре Арбат есть магазин турецкой марки де-факто. Я очень приятно удивлена этим, потому что раньше не было, пока я не переехала в Турцию, я не видела эту марку здесь. Сейчас вот. Так, что заходите, магазин огромный. В принципе, я думаю, каждый что-то для себя найдет. Я снимать там не стал, потому что это очень много времени займет. У меня сейчас врез. Книжки развивашки я купила, точнее, не развивашки, я взяла стишки, сказки, чтобы почитать своим деткам. Развивашки пока брать не стала. И у меня такая проблема сейчас, я не могу брать много всего, потому что багаж, багаж, багаж у меня ограниченный. Переплачивать еще за багаж не хочется, потому что я еще и посылкой отправила свой багаж. Короче, слишком много всего получилось, хотя ты берешь по минимуму вещей, все равно много получается. Все дальше, теперь я в аптеку за препаратами. Так, поснимаю немножко улицы еще. На улице не так много народу, видимо, кто-то отмечает, кто-то после отмечания, после встречи Нового года дома отдыхает, кто-то, наверное, выехал из города. у каждого свое. Народу немного. С каждым днем у нас все больше и больше магазинов становится на улице. Огромное количество магазинов. Такое ощущение, что у нас в Махачкале люди разделены. Ровно 50% населения продают что-то, 50% населения покупают. Так, много чего еще закрыто. Ну, естественно, всего лишь 2 января. Столовая какая-то там внизу. Собачка. Кстати, замечаю, что в последнее время собаки на улицах чипированы. Раньше такого не было. Это очень радует. Идем вниз. Аптек в городе много, но я схожу в ту, которая недалеко от моего дома, потому что после аптеки я еще схожу в детский мир. Обязательно. Как же я без детского мира? Пирожки брать не буду. Я решила, что буду готовить пирожки сама. Мясные, конечно, и рыбные готовить мне будет сложновато. но все равно отсюда от пирожки таскать не хочется, так как они в стеклянной таре занимают много веса. Видите, да, как мало народу. Кто живет в Махачкале, тот понимает, что улицы пусты. Здесь кафе какое-то. Оно не работает. добычат хорооооооошее и